Привет! Я вчера обещал поговорить о том, каким образом сделать наши презентации более эффективными. Любой человек, занимающийся бизнесом, делает презентации, он что-то представляет, каким-то образом продвигает свой товар, услугу, компанию, все что угодно. Рекрутирует людей, находит новых клиентов. Для этого ему нужно выступать, говорить, произносить слова. И одна из очень серьезных проблем, на мой взгляд, состоит в том, что люди, наш брат-дистрибьюторы, зачастую стараются все усложнить. Это происходит по двум причинам. Вчера я говорил о том, что некоторые люди искусственно формируют вокруг себя такую видимость избранности какой-то, доступ к каким-то особым знаниям, совершенно недоступным для других. Они это делают из корыстных соображений. Вольно или невольно, может быть, продуманно, обдуманно специально, а может быть, подсознательно так, не осознавая этого. Но они формируют это вокруг себя, вот эту вот свою особую, какую-то изощренную подготовленность специально, из корыстных соображений. Но большинство людей, на мой взгляд, усложняет все для того, чтобы скрыть свою неуверенность, неумение, незнание или просто непонимание. Короче говоря, свой непрофессионализм. Умные, успешные, сильные, мощные, харизматичные люди, добивающиеся успеха в своих делах, стремятся все упростить. Главный принцип – упрощай все, чтобы было ясно. Вот у военных это совершенно очевидно. Если ты будешь отдавать приказ, мямляй, развозя на три часа, и путанно и мутно выражаясь, то тебя просто прижибут вместе с твоим войском. Быстро, прихлопнут. Поэтому приказы должны быть ясными, лаконичными, четкими и конкретными, совершенно понятными любому самому последнему исполнителю. Но из-за страха и неумения люди бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла наговорят кучу всякой фигни и не могут донести нужного содержания. Они все усложняют. Они используют жаргоны, профессионализмы. Они начинают подкатывать, подходить издалека, задолго. Вы посмотрите на наши сайты, на вот эти системы писем, которые рассылаются в рекрутирующих целях. Вот эти вот подходы вокруг да около, пережевывания предварительной информации, а желание говорить жаргоном профессиональным, использовать слова, которые совершенно... Я вообще удивляюсь, как можно говорить людям, которые только тебя впервые видят и слышат от тебя о твоей компании, о твоих продуктах, слова, которые они заведомо не понимают. Описание продукта, использование жаргона, а я уж не говорю о маркетинг-плане, когда начинаете использовать слова, которые совершенно непонятны, а ведут себя спикеры и выступающие так, как будто это очевидно всем. Вот это мне вот всегда меня выводило из равновесия. Ну как ты можешь это рассказывать людям, которые ничего не понимают? Как только они перестают понимать, они перестают слушать. Неужели это непонятно? Вот если ты на первом уровне 5%, на втором, все, человек потерял. Твой даунлайн, какой даунлайн? Альберт Эйнштейн сказал, что в природе, в мире нет ничего такого сложного, что нельзя было бы объяснить простыми словами. И все, кто добивается успеха, повторюсь, они используют простые и ясные формы выражения своей мысли. Они используют три таких момента, которые нам бы тоже надо было бы применять, конечно. Первое, умные люди, которые научились публично воздействовать своими речами, своими выступлениями, неважно, огромная аудитория или один человек перед тобой, они, готовясь к выступлению, обдумывая, что они будут говорить, они стараются ответить на три главных вопроса. Первое, в чем фишка моего сообщения? В чем главное зерно? В чем суть? Это раз. Второе, они ни в коем случае не используют жаргона профессионального. Это два. И они рассказывают истории, которые подкрепляют их фактический материал. Это три. Вот если мы научимся это делать, у нас будет просто прорыв в бизнесе. Тогда, если вы хотите вдохновить своих людей, повести их за собой, если вы хотите людей, слушателей своих поднять, воодушевить, чтобы у них появилась внутри энергия, готовность и желание сделать то, к чему вы их призываете, купить ваш продукт или подписаться в вашу компанию, в вашу организацию, то тогда вам нужно действовать так, чтобы в человеке что-то всколыхнулось. Вот помните фильм «Хозяин морей»? Рассел Кроу играет капитана, командира английского корабля. И там была такая ситуация, когда они попали в тяжелую ситуацию, француз подходит, и силы явно не родны, французский корабль. И они тогда прикинулись, значит, он предложил им всем прикинуться терпящим бедствия китобоям. А в последний момент, когда французы подходят, они поднимают флаг, и, значит, обнаруживается, что они англичане, боевый корабль. И такая вот за счет неожиданности победы. Но прежде чем он накануне этой схватки, он собрал своих людей, говорит им, и сказал им, например, такие слова «Англия в опасности, ей грозит вторжение». «Наш корабль — это наш дом, а наш дом — это Англия. Англии грозит вторжение, и мы не должны допустить, чтобы нашу страну завоевали». Все. То есть он сказал слова, которые понятны и ясны всем. Он всколыхнул и патриотические чувства. Ну, короче говоря, просто и ясно. Великий Том Шрайтер, по-другому я его назвать не могу, просто Великий, Большой Эл, написал множество книжечек, маленьких, маленьких рассказов, которые в абсолютно простой и доступной форме разъясняют нам, таким образом надо проводить презентации просто и ясно. Это одна из главных его тем. Красной нитью проходит все выступления, что нужно быть простым. У меня есть рассказец о том, как он водил своего дистрибьютора Джо на презентацию в соседнюю компанию и объяснял, почему у них не будет успеха. Потому что заунывную длинную речь спикеров просто невозможно было понять, особенно когда начинался рассказ о маркетинг-плане. Жаргоны просто убивают. Там я не помню дословно, но смысл такой, что когда вы становитесь, значит, экзекьютивом, на стадии голубой луны, то чтобы получить вам три диаманта, вам нужно, чтобы 15% с первого уровня, разделяясь на два параллельных потока, сходились в одном и на 13 уровне по 4,5% вы получаете влево и вправо, но это при одном условии, только если ваша левая нога значительным образом отличается от правой. И вот в таком духе, влюбленные в свой материал, уверенные в своей правоте, люди, которые совершенно не интересуются теми, кто их слушает, что они думают, что они чувствуют, как они воспринимают. Он просто барабанщик. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отбарабанил и до свидания. Нахрен нам такие презентации? Зачем нам такие спикеры? Том Шенрайцер говорит, я абсолютно уверен, я многие годы использовал этот принцип, и всегда его использую. Человеку, в принципе, когда мы ему рассказываем о бизнесе, интересуют три главные вещи. Что это за бизнес? Что это такое? С чем его едят? Что это? В интернете продвигать какое-то подозрительное направление, интернет-продукт, а может быть хороший качественный продукт, короче говоря, или может быть это баночки с таблетками для здоровья, или может быть это косметика, а может быть это страховки продавать, или какие-нибудь добавки к бензину, что это за бизнес, раз, второе, сколько можно денег заработать, что тут люди получают, интересует человека, два, и третье, что конкретно делать, чтобы получить эти деньги, что за бизнес, сколько можно заработать, какие перспективы, какие примеры других людей, и сколько денег можно заработать, и что конкретно я должен делать, вот смотрите, как классно он приводит, какой классный пример он, историю приводит, вот он говорит, в чем фишка, фишка в том, что этот бизнес вот такой, он связан вот с этим, это понятно? Второе, второе, заработать можно столько, потому что Вася, Коля и Петя, вот работают один, Ты сколько работаешь? Я работаю 2 месяца. Сколько зарабатываешь? 300 долларов в неделю. А ты? Я уже год, сколько ты зарабатываешь? 2000 долларов в месяц. Хорошо. А ты? Ага, думает сетит человек. Это бизнес мне нравится. Это дело связано с компьютерами. Я это люблю. Люди зарабатывают. А что я должен делать? А делать надо вот это, вот это и вот это. Ну, детали там потом. На обучение уже. Вот и все. Смотрите, как он отвечает на 3 вопроса. Со свойственным ему юмором. Например, Вы рассказываете о бизнесе человеку. И помните, что у вас есть 3 вопроса. Вот как бы рассказал один из представителей бизнеса о своем бизнесе. Итак, на вопрос. А презентацию человек проводит. Итак, мы гангстеры. С нами вы сможете заработать 100 тысяч долларов в год. И все, что вам нужно делать, это стрелять в людей. Что вы думаете об этом? Весело спрашивает Томс Райта. Итак, мы ответили на вопрос о бизнесе. Я просто прочитаю, чтобы вам было проще и ясни понять. Итак, мы ответили на вопрос о бизнесе, о деньгах и о том, что нужно делать. Кто из вас имеет достаточной информации, чтобы принять обоснованное решение для вступления в этот бизнес? У вас есть все факты на руках, не так ли? И на возможный ответ. Да, это звучит неплохо. А как мне вступить в ваш бизнес? Можно ответить так. Ну, мы гангстеры собираемся по вторникам и четвергам в 18 часов вот там, на улице Петрова. Вот тебе гангстер-кит. И приходи там, мы можем поговорить с другими гангстерами. Ты посмотришь, насколько они успешны. Сколько людей тебе нужно будет застрелить, чтобы стать экзекимичемом, например. Кандидат может ответить, нет, спасибо, это не для меня. И тогда вы скажете, ну ладно, окей. Что будем делать, чай попьем или сходим в кино? То есть, вот и все. Больше никаких вопросов. Три главных вопроса. Что это за бизнес? Сколько можно заработать? И что для этого нужно делать? Любое выступление, когда вы его готовите, вы должны ответить себе на вопрос, в чем фишка моего выступления? И чем проще, доступнее, понятнее, веселее, радостнее, увереннее вы будете продвигать свою фишку, тем понятнее будет людям суть. Второе, ни в коем случае не применять никакие жаргоны, профессионализмы, до тех пор, пока человек не въедет в тему и не начнет осознанно откликаться на эти звуки. А не шарахаться от них. И третье, надо подкреплять это дело историями. Любая история всегда наглядно раскрывает то, о чем ты только что говорила. Вот, собственно говоря, и все. Читайте книги. Это пригождается вам. Пригодится обязательно. Это всегда пригождается, если ты читаешь книги и делаешь оттуда выводы. Репетируешь, тренируешься, упражняешься и снова читаешь книги. Удачи!